Всем привет дорогие друзья, срочное включение, это новое видео на канале GadgetMoney Сегодня мы поговорим об айфоне XS и почему стоит обратить внимание очень-очень сильно при покупке с рук на авито 10500 очередное видео на ютюбе про осторожности при покупке на авито, но все же может быть на чужих ошибках вы наконец-таки научитесь Итак, в общем и целом ситуация такая, женщина приобрела с рук на авито телефон, но при покупке ничего не предвещало беды, все работало, все было хорошо Непосредственно вот такой вот телефончик, все было отлично, если мы зайдем в настройки, все мы здесь посмотрим Моделька у нас RST, внешний вид об этом устройстве, внешний вид вот она моделька, RU, все хорошо, но если, то есть как только взяла телефон в руки Он по внешним признакам было понятно, что телефон не в оригинале, он скрывался, но человек не разбирающийся в тематике И скорее всего такое большинство, опять же тех покупателей на авито, они ищут, хотят себе приобрести выгодно какой-то телефончик И вот за 28 тысяч рублей, сейчас он уже с помененным дисплеем, дисплей девушка выбрала не оригинал, но при этом хорошего качества Дисплей поменен, но это не проблема, проблема в том, что телефон просто, ну не заряжается, чтобы вы понимали Не заряжается, а знаете почему не заряжается? Потому что когда мастера открыли, посмотреть что внутри, внутри это копанное чудо, то есть это такой жесткий Не сказать, что преф, потому что это RST модель, но это действительно жесткая фигня, по энергопотреблению он нифига не может Я даже не могу его разблокировать, да, друзья? Потому что у него не хватает Face ID, ну давай, вот так, вот так, вот так, вот так и вот так Потому что у него очень большие проблемы с питанием Давайте зайдем, мы же все умные, вы же тоже умные на Авито, когда смотрите, покупаете, с рук когда покупаете, в магазине покупаете, бывушка Аккумулятор требуется обслуживать, знаете почему? Потому что ситуация такая, когда его мастера открыли для замены АКБ, он вообще не включался То есть обнаружилось визуально, то есть без диагностирования, обнаружилась ситуация в том, что внутри коннектор, куда подключается, подсоединяется АКБ Он попросту практически расплавлен, расплавлен вообще в труху, то есть не цепляется АКБшка, новая АКБ для того, чтобы подкинуть, не цепляется, потому что неисправен этот коннектор И вот такой вот телефон непосредственно продали Он прожил, пока вот аккумулятор как бы жил тот, который его каким-то образом зарядили или каким-то образом поставили, неисправное АКБ, но у него был какой-то заряд После того, как заряд закончился, начали непосредственно включать зарядку, он типа не заряжается Повезли в сервис, в сервисе сказали, что мы такими проблемами не занимаемся, достаточно сложный ремонт по системе питания И представляете, как не везет человеку в момент, когда открыли, мало того, что обратно закрыть не смогли Они просто-напросто не смогли установить, смонтировать дисплейный модуль с проклейкой для того, чтобы это все, ну, грамотно было закреплено на корпусе в момент То есть дисплей попросту, как книжка, знаете, так вот открывался И пока человек думал, принимал решение, что же делать с телефоном дальше, в эти сутки человек попросту разбивает дисплей То есть старый дисплей был наполовину разбит, то есть полностью матрица, как бы я не думаю, что там, я более чем уверен, потому что я этот дисплей держал в руках Этот дисплей был установлен неоригинальный и он вышел из строя просто физическим воздействием, понимаете, да? То есть телефон, который не заряжается, не включается, вот даже сейчас он просто-напросто, ну, никаким образом не подает признаков жизни Если его, секунду, если его сейчас подключить по питанию То он просто покажет, он, видите, выключился Он включится сейчас, но ничего больше, он не заведется То есть нету вообще 0, 0, по питанию 0, потребления никакого Надо смотреть, надо разбираться Но в суть-то в чем? Видос поучительный, видос в том, что покупать с рук на авито можно, даже в какой-то степени нужно Но если вы не разбираетесь в этом, пожалуйста, придите, видите, он включился Придите в любую организацию, которая в этом понимает, которая в этом разбирается И визуальный осмотр, визуальный осмотр, даже без вскрытия, если, допустим, продавец Ну, я думаю, что недобросовестный продавец сразу же откажется, а добросовестно, ну, нечего бояться Даже если не будет разрешено вскрытие телефона, то человек, по сути, как бы, специалист, он поймет Если же вскрывался телефон, если у него какие-то замечания по визуалу Задняя крышка, дисплейный модуль, если он не оригинал, то будет видно прямо, что это не оригинал Ну, и в дальнейшем, даже если вы не попали, ну, в условный сервисный центр Или к знакомым, которым могут проверить телефончик на наличие какого-то брака или отсутствия Видите, потребление состояния батарейки, как бы, ну, ноль, остаток ноль И проблема не ВКБ, проблема именно внутри на плате Вы даже визуально можете понимать, то есть, каждый осмотр каждого миллиметра Вот по камере можно посмотреть, она вот в таком вот не очень хорошем состоянии Дальше по задней крышке, здесь крышка, скорее всего, менялась Судя по тому, что какой у нее оттенок, скорее всего, она менялась По дисплейному модулю, я сейчас, к сожалению, не могу вам показать, потому что я снимаю на Именно такой же телефон, но полностью в оригинале Но, чтобы вы понимали, как бы, различия все равно есть Какая бы хорошая копия ни была, она все равно есть Здесь поставлен, секунду, 0508200 Здесь поставлен дисплей с сохранением всех возможных трутонов То есть, работа выполнена добросовестно и качественно Но внутри телефон просто собран из говна и палок То есть, даже визуальный осмотр должен предостеречь вас Предостеречь от того, чтобы вы совершали такие ошибки Ну и в большей степени, если психологически даже Если, к примеру, вы приобретаете дорогостоящий телефон Это касается в большей степени оборот именно айфонов То есть, на том же Авито Если вы приходите на встречу с продавцом и говорите Ну, осматривайте, говорите, давайте мы сейчас на такси проедем До любого сервисного центра на ваш выбор Мы просто что, специалисты, я заплачу за диагностику Как правило, она бесплатна, какой-то осмотр, да Я заплачу, чтобы мне специалисты сказали, вскрывался он или не вскрывался То есть, вот такие вот моменты Человеку, которому нечего скрывать Ну, то есть, он согласится Он согласится на это и никаких проблем не будет Человек, который знает, что внутри бардак полный Как в этом случае, очень жалко Очень жалко человека, который, во-первых, поставил модерн 10 тысяч рублей Во-вторых, видите, он включается и выключается Во-вторых, он уже заплатил 28 тысяч В-третьих, скорее всего, ремонт будет тоже дорогостоящий Потому что по системе питания это пайка под микроскопом и все такое Но в любом случае, телефон надо восстанавливать Потому что, ну не выкинешь же это 28 тысяч рублей, правильно? Видите? Нету, то есть, как будто бы идет Но он на самом деле не идет Зарядка не идет Никаким образом Что делать? Надо восстанавливать Надо непосредственно как-то человеку помогать Поэтому, приобретая с рук дорогостоящие айфоны В большей степени понадейтесь на себя Посмотрите в интернете, как проверить оригинальное качество Оригинальных запчастей Очень много статей Ну и во вторую очередь, если вы не разбираетесь Просто проедьте до ближайшего сервисного центра И попросите специалистов сервисного центра Чтобы они провели диагностику Потому что даже подключение к любому компьютеру Будет понимание, четкое понимание Какие через определенные программы Будет четкое понимание, что здесь менялось, что не менялось Ну и в-третьих, это психологическая составляющая Я более чем уверен, что человек, который у меня есть что скрывать Есть что скрывать Он не согласится на те действия, которые я вам озвучил ранее А человек, который добросовестный, знает, что у него телефон в оригинале Он продает его по причине, допустим, нужды денег Или приобрел более новую модель телефона Он без проблем согласится и сделает то, что вы его просили Ну и покупая телефон с рук на авито Вы должны понимать, что вы это делаете на свой страх и риск Но в любом случае, конечно же, хочется сэкономить Обращаю внимание на те моменты, о которых я озвучил в видео В принципе, это поможет вам в будущем предостеречь себя от покупок Причем люди здесь знают Да, вот вы тот человек, который смотрит Да, именно ты Ты думаешь, что ты знаешь все об айфонах Я до сих пор в рынке больше 10 лет И я и то не все знаю об айфонах Как бы есть моменты, которые меня могут обмануть Да, на том же авито Не, как сказать, не злоупотребляйте своим знанием или незнанием Наоборот, то есть не думайте, что вы лучше всего знаете рынок И лучше всего знаете, что какая вещь перед вами Какой бы вы не были специалист У вас может быть замылен глаз из-за цены Замылен глаз из-за какой-то эйфории покупки Потому что вы думаете, я сейчас возьму телефон, который, блин, дешевле Который в отличном состоянии, еще что-то А в итоге попадаетесь вот на такую простую Как бы авито-вскую разводку, можно сказать Я более чем уверен, что вот тот поганец, который продал непосредственно женщине Этот телефон, он знал Он знал, либо он так же попался Ему продали, и он перепродал для того, чтобы избавиться от телефона Но, опять же, если он знал, то он должен был сообщить об этом Если нет, то он просто-напросто, ну, как бы Ни хрена не человек с большой буквы ЧА, а просто ничтожество Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны, будьте длительны Соблюдайте определенный этикет при приобретении БУ-устройств Покупайте БУ-устройство с гарантией Желательно, можно даже по ссылкам в описании Если нет, на новые, тоже навсегда актуальные версии телефонов По выгодным ценам ссылки будут в описании под этим видео Ну и совсем скоро увидимся Если информация осталась полезной, ставьте лайк Если бесполезны, два жирных дизлайка В любом случае, оставляйте какой-то фидбэк Ну и совсем скоро увидимся У меня что есть, что вам рассказать еще Всего доброго, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok